Красный флаг, условный огонь. До этой точки на втором этаже должна дотянуть рука в пожарная команда. Сини-зелеными флажками обозначают задымление. Двухэтажный торговый центр расположен в курортной зоне. Проектная вместимость порядка 130 человек. В сезон, как говорят его руководители, он бывает заполнен примерно на две трети. Этот пожарный выход не закрыт. Еще один на первом этаже в районе поста охраны. В общей сложности на крышу и на улицу ведут 9 выходов. Тревожный момент действительно оказался тревожным. По словам руководителя, вчера он специально приглашал специалистов для проверки. Все работало. В итоге оповещение, а также вызов на пульт диспетчера сработали примерно с минутной задержкой. Спустя еще 4 минуты прибыли пожарные. Их встретил персонал. Их задача рассказать, что случилось и помогать специалистам. Согласно вводным, на крыше оказались два человека. Чтобы они смогли спуститься, развернули автолестницу. Рукав подали от пожарного гидранта, который находится поблизости. Он в рабочем состоянии. А так проверили напор в гидрантах внутри помещений. Указали на то, что на пути рукава не должно быть препятствий. Отметив, что охранник умеет использовать оборудование. Пока идет тушение, специальная команда обходит помещение в поисках тех, кто не успел выбраться по каким-либо причинам. Таких не оказалось. Хотя в целом у пожарных возникли вопросы к тому, как отработал эвакуацию персонал второго этажа. Инструкции изучат, чтобы внести в них коррективы. В ситуации мы оцениваем действия персонала и системы поищения в поисках удовлетворительными. Но есть над чем работать, есть определенные недостатки. Не критичные, но они есть, и над ними администратор должен поработать. Помимо срабатывания с задержкой, не было звука сирены, только речевой информатор. Вероятнее всего, проблемы с настройкой. Некоторые таблички, обозначающие выходы, должны светиться ярче. Эти нюансы небольшие, они исправляются в течение одного дня. Нюансы, которые сегодня выявили. Нынешняя внеочередная тренировка для пожарных не первая и далеко не последняя. Проверки будут проходить в крупных торговых и развлекательных центрах, социальных объектах, здравницах. Руководители смогут трезво оценить свою готовность, а огнеборцы получат дополнительный опыт. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.